В последние дни край буквально заваливает снегом и, пожалуй, это не самая большая беда этой зимы. Куда страшнее оказался гололед, от него пострадало порядка 10 тысяч жителей. А вот людям с инвалидностью, число которых достигает 170 тысяч, куда проще оставаться дома, по их же словам. Зима – это один из немногих факторов, пунктов моего личностного пессимизма. Это то, что преодолевается с достаточной сложностью и вносит, очень серьезно вносит свои коррективы в мою жизнь. Вот она такая, знаете, она такая непреодолимая, потому что очень много всего, очень много неудобств, связанных с ней. Это лед, это снег, это дополнительная одежда. И все эти факторы, они, в общем, сковывают движение. Они делают тебя еще более несвободным. Самый ходовой транспорт зимой для людей, таких же, как он, – это такси, говорит Вячеслав Кайгородов. Правда, вариант не самый бюджетный, но куда проще, чем через сугробы идти к ближайшей остановке или вообще всю зиму провести в изоляции. Здесь есть все условия для того, чтобы кто-то себе что-то повредил, не только человек с инвалидностью. Ну, просто это вот такой фактор, честно говоря, я не знаю, как это можно решить технически. Что здесь? Каждое утро должен какой-то специальный трактор проходить, не знаю, специальное количество песчано-соляных смесей. Мне кажется, что это такая, ну, вот, это непреодолимая преграда, очень неудобно, на самом деле. Сегодня есть такие автобусы с низкой посадкой. Он выбрасывает пандус. Но еще раз, вот, смотрите, я хочу это просто подчеркнуть. Ну, хорошо, для человека с инвалидностью, для человека на коляске, вот этот пандус будет выброшен. А для всех остальных... К слову о пандусах, это первое, что приходит в голову, когда заходит речь о доступной среде для людей с инвалидностью. Об их качестве рассуждает и барнаульский блогер Максим Богдан. Я вот без ног, и у меня одна рука только работает. Если бы не было со мной сопровождающего, у меня жена постоянно со мной рядом, то передвигаться бы вообще нигде невозможно. Даже если взять тот момент, что я возьму с собой электроколяску, Посмотри, какие у нас пандусы. Это ругать всех надо и наказывать рублем. У нас огромный период советской действительности, которая, в принципе, не была ориентирована на людей. Понимаете? И все переделывать невозможно. Заставить весь бизнес стать абсолютно доступным. Это правда, иногда невозможно. Но грустно становится, когда ты понимаешь, что возможность сделать нормальный пандус, нормальный подъезд, нормальный подход. Этого просто не делается. Тема пандусов болезненна не только в Барнауле, но и по всей России. В разных городах любители экстрима вовсю тестируют сей объект. Сейчас скажем, что мы просто проверяем. Работает? Да. Вот, как говорят, нет худа без добра. Но коронавирус научил, очень классно научил пользоваться онлайн-сервисами. Доставка продуктов сегодня. Доставка лекарственных препаратов. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы обслуживаете, да? Дальше для покупателей я выведу тогда периодически. Нет, 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 все нормально. Я просто смотрел, все работает. Все, 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 спасибо большое. Если что, я к вам загляну. А это Максим. В свои 12 мальчик мечтает, чтобы в Барнауле появилась спортивная площадка для детей с ОВЗ. С просьбой он даже обратился к губернатору. У меня была операция недавно. Я бы хотел, чтобы вы создали спортивную площадку для детей с ОВЗ. С ограниченными возможностями. Потому что я и другие дети хотят заниматься на спортивной площадке. Но у нас нет таких пока возможностей. Такая на улице, чтобы была, да? Да. На просьбу ребенка глава региона тогда пообещал подумать, в частности, где установить подобную площадку. А Максиму уже не терпится приступить к тренировкам. И пока что это одно из немногих занятий дома в зимнюю пору. Зима – это практически сидение дома. Ну, тяжело. Тяжело, объемно, в куртках. Все это штаны, все коляски. Ну и проходимость зимой, конечно, на коляске очень сложная. Парковки для инвалидов либо завалены снегом. Мы даже снимали, фотографировали и вообще были в шоке. Почему все остальные парковочные места очищены, а именно парковка для инвалидов завалена снегом. Либо они заняты машинами без соответствующих знаков, либо они просто завалены снегом. Курс пятого класса мальчик освоил уже из дому. Перемещать коляску ребенка по этажам школы мама по состоянию своего здоровья не смогла. Очертания вижу так, движения замечаю. Иногда цвета, когда близко очень. Неврожденное, предъявленное заболевание. Просто с детства была близорукость, а потом очевидно что-то произошло. Либо нервное, либо физическое напряжение. Я в институте в это время училась и получилось так, как получилось. Для людей с нарушением зрения, если рядом нет сопровождающего, зима, то еще испытания. Трость, которая летом выполняет роль прекрасного помощника, зимой так и норовит зарыться в снег поглубже. И это еще не все радости, говорит Марина. Бывает совершенно в неожиданном месте завалы снега или там не почищено. Кроме того, автомобилисты почему-то считают, что им удобно оставлять машины парковаться. Так вот раз оставили, им удобно так, им так нравится. Не понимают, что люди разные могут пройти. Кто-то обойдет, кто-то. Однако сказать, что для людей с инвалидностью в наше время ничего не делается, тоже, наверное, было бы ошибкой. Вот, к примеру, в педагогическом вузе делают все, чтобы образование было инклюзивным, то есть доступным для всех. Это специальный подъемник для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, которые передвигаются на коляске. Коляска крепится на специальные полозья, то есть опускается, крепится. И с помощью ассистента-помощника, который также есть в университете, спокойно поднимается на любой этаж. Как это работает на практике, сказать сложно. Однако шаг к инклюзии определенно есть. Это и специальные перилы, и оборудованный кабинет для слабовидящих. К слову, только в педагогическом учатся около 30 человек. С инвалидностью разного характера. Другая сторона вопроса – человеческое отношение к людям с ОВЗ. Многие, возможно, и не досмотрят это видео, потому что слово «инвалид» пугает и настораживает. Между тем, по отношению к таким людям два полюса – либо равнодушие, либо чрезмерная опека. Ну, представьте себе, да, вы заходите в общественный транспорт, вас деликатно подталкивают с желанием помочь в пятую точку. Тот, кто впереди, начинает тянуть тебя за руку, например, тоже желая помочь. Вот это не очень правильно. Я всегда говорю, что помогать – это очень хорошо, это очень по-человечески. Но прежде чем помогать, нужно спросить, простите, я могу вам чем-то помочь? Нужна ли ваша помощь? И уже после того, когда вы получили утвердительный ответ, тогда будьте добры. А чаще всего, ну, поскольку у меня опыт достаточный, я не нуждаюсь в этой помощи. Понимаете? Для того, чтобы все прошло удобно и комфортно, чаще всего она мне просто не нужна. Продолжение следует...